Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и встречайте! HWK-30, абсолютно новый легкий танк 8 уровня, премиумная машина, которая возможно поможет вам фармить серебро, если вы сможете с ней совладать и сможете приручить данного красавца. Что касается технических характеристик, часть из них, как обычно, заценим в ангаре, что-то посмотрим в сравнительной таблице, заценим броню, ну и обязательно выкатим тачку из ангара. Сейчас могу сказать, стоя в ангаре, следующее. Первое. Добавлена механика данной машины, а именно маскировка в движении, и это помогает вам скрываться от ваших соперников и не быть в засвете в момент, когда вы не просто стоите, а еще и передвигаетесь по карте. Это действительно клево для легких танков. Что касается орудия, время сведения 2,6, можно сказать 2,5 секунды, это просто имба имбовая, это один из лучших показателей в нашей игре, и это очередной конкурент для СТГ, ну если не первый. Что касается разброса, 0,312 играется просто элементарно, действительно шикарный разброс. Что касается ДПМа, 2400 единиц, если округлять, все благодаря тому, что вы забрасываете по 225 единиц урона через каждые, грубо говоря, 5,5 секунд. 5,6 секунды, если быть точным. Что касается негатива по орудию, негатив есть, это пробитие 185 мм, его реально не хватает. Но, в конце концов, можно пользоваться кумулятивными снарядами, или вы можете переключить свое оборудование на калиброванные снаряды и поднять свое пробитие на 9 мм до 194 мм. Но в таком случае, ребят, вы теряете в ДПМе и теряете существенно 2230 ДПМа, все из-за того, что ваша перезарядка будет составлять 6 секунд. Хотя, ребят, как я уже много раз говорил, я не знаю, я не знаю, кто может говорить абсолютно честно, не кривя душой, по поводу того, что в нашей игре есть понятие правильное и неправильно установленное оборудование. Есть комфортно и некомфортно. Я поставил так, как мне нравится. То, что забыл сказать, в отношении угла склонения орудия, это для легких танков очень важно, когда мотаешься по карте где-то по неровностям, то на данной машине играется очень легко, потому что угол склонения орудия вниз минус 10, а вверх плюс 18. Играть от башни у вас не получится по одной простой причине, потому что брони здесь нет и стоять на месте ни в коем случае вам нельзя. Выглядит броня следующим образом. Ну, полностью картон, и здесь разговаривать особо не о чем. Да это, в принципе, легкие танки, ожидать от него наличия брони, ну, как бы, глупо. Что касается того, на кого машина похожа своим силуэтом. Единственная машина, на кого похожа, это РУ-251. Проходной немецкий легкий танк. Единственное, что рушка выглядит так, как будто бы взяли HWK и положили на него чего-нибудь тяжелого. И немножко приплюснули. В основном машина очень сильно похожа по силуэту. Что касается сравнения с другими машинами. Я убрал отсюда барабаны и убрал отсюда Т49-го бесстрашного, потому что ему здесь делать нечего. Оставил те тачки, которые есть в доступе, но и, соответственно, барабаны убрал, потому что будет сравнение нечестным. Оставил исключительно цикличное орудие. Так вот, ребят, если будете играть над досылателем, то здесь у вас будет ДПМ в 2430 единиц. И я бы сказал, что это нормальный показатель. Да, он не зашкаливающе крутой. Он лучше, чем у кого-то, хуже, чем, опять-таки, у некоторых. Ну, а что касается пробития, то, как вы видите, пробитие вроде бы лучше, чем у большинства. Единственный, кто лучше по пробитию, это FV-301. Но все же в боях очень сильно его не хватает. Поэтому мне приходилось пользоваться периодически голдовыми снарядами. Но мне серебра для этого не жалко, поэтому в целом абсолютно не жалею, что катаю именно на досылателе, а не на калиброванных снарядах. Что касается перезарядки, то, как видите, перезарядка одна из самых бодрых на уровне. Но я бы сказал, что хороша, и это действительно так. Что касается подвижности, что касается времени сведения, как видите, время сведения здесь лучшее на уровне, ровно как и разброс. Что касается подвижности, то 70 км вперед и 24 назад. Очень комфортно, очень удобно. Да, это не RU-251, но к этому вопросу мы вернемся чуть позже, когда в бой попадем. Ну а также, если RU отсюда выбросить, то получается, что лучший показатель на уровне. Ну да, пускай там на 2 км есть две машины быстрее, но в целом, в принципе, то же самое. Что касается доходности, то информации нет. Но мы посмотрим на результаты настрелов и на то, сколько мы за это получим серебра по результатам боя. Что касается информации в отношении результативности данной машины, то понятное дело, что результативность сейчас не высвечивается, так как машина новая, планку на ней никто еще не поднимал, не устанавливал. Ну и, соответственно, только в наших руках, в руках тех, у кого есть данная машина в ангарах, показать, на что данная машина способна и выставить ей хотя бы первоначальную планку ее успешности. Ну что, взяли машину и побежали в бой. Итак, поехали, друзья мои, что касается подвижности. С места машина срывается вполне нормально, едет очень даже неплохо. А вот дальше вспоминается ру тем, что скорости до ружки не хватает однозначно. То есть, есть такое ощущение, что ты едешь вроде бы на ружке, когда начинаешь с места стартовать, а потом она, ну не знаю, как это объяснить, перестает вытягивать, да? То есть, она перестает дальше ускоряться и такое впечатление, что больше она не может просто ехать в отношении максималки. Так, сейчас подкатим к нашей химере, которая здесь красиво разобрала, пока мы с вами разговаривали, да заценивали подвижность данной машины, что касается точности по орудию. Орудие точностью действительно обладает. Вот сейчас поднимусь. Быстрое сведение, точный выстрел, все просто супер. В отношении комфорта стрельбы на дальних расстояниях и в целом комфорта стрельбы, у вас навряд ли будут возникать какие-то вопросы. В отношении угла склонения орудия вниз. Вроде бы и минус 10, и в основном это комфортно и удобно, но очень часто данного времени, ой господи, данного угла склонения не хватает для того, чтобы нормально, полноценно выцелить кого-то, когда выезжаешь на какую-то существенную горку. Это действительно доставляет неудобств. Что касается игры от башни, то, как вы видели, не для этого машина создана, да и в принципе неудивительно, потому что брони нет нигде, там в маске орудия есть 30 мм дополнительного экрана, за которым стандартная броня данной машины такая же, как и везде. Он полностью весь салатового цвета и, поверьте мне, танковать здесь нечем. И я за время игры на данной машине не поймал пока, по крайней мере, ни одного рандомного рикошета. То есть не было, не было такой точки ни в корпусе, ни в башне машины, чтобы было не пробитие. Так, постояли, да и хватит. Давайте попытаемся отсюда куда-нибудь уехать. Попытаемся заехать как-то с борта. В конце концов, мы легкий танк, который обладает существенной подвижностью и маневренностью. И я думаю, что будет больше толку от нас, если мы не будем отстаиваться на месте, а будем эту динамику в бою пытаться использовать. То есть, в конце концов, мы можем, пока наши союзники перестреливаются с соперниками, занять точку, захватить ее и, возможно, таким образом приблизить нашу победу. А иногда, ребят, захват точек, он действительно существенно влияет. И порой получается так, что как раз по захвату команда дальше и вытягивает победу, а не путем того, чтобы всех вынести в ангар. Так, подъезжаем. Поближе. Даем тычку и весело, бодро, с хорошей скоростью хода назад откатываемся. Сейчас попытаюсь добрать сушечку вот эту. А, красиво сейчас. Сейчас красиво сработал Т-34. Четвертый заступился за сушку. И ей же сейчас мешает играть параллельно с тем. Ладно, здесь уже терять нечего. Я думаю, что можно просто вылезти, да, забрать оставшегося соперника. И таким образом мы делаем единственный фраг в этом бою. Но смогли заценить машину. Для того, чтобы полностью оценить легкий танк, необходимо на нем поиграть хотя бы 20-30 боев. Поэтому, сыграв даже несколько каток на легком танке, вы не сможете ощутить все его нюансы и как необходимо на нем действительно отыгрывать. 1420 единиц урона, один сделанный фраг. Что касается нашего фарма, то за вот эти пустяковые результаты, со счетом прем-аккаунта, нам дают, грубо говоря, 50 тысяч серебро. Ну, а что касается, если играть без прем-аккаунта, который у нас на сегодняшний день является существенной ценностью, то 30 тысяч серебром чистоганом. Что касается нашей результативности в бою, то понятное дело, что мы не блещем и играем в данном бою среднячком. Вот такой вот бой, я не знаю, насколько он показательным является, а посему считаю, что есть необходимость взять машину и выкатить ее еще раз в рандомчик, для того, чтобы посмотреть, насколько она играется ровно от боя к бою. Ну что, погнали! Друзья, скажу вам откровенно, данная машина не является легкой в использовании, она не является прям спокойной в игре. Она будет требовать от вас, ну, прям очень, очень высоких навыков в отношении игры в танки, ну и, соответственно, рекомендовать ее прям каждому, каждому поголовно танкисту я не осмелюсь. Данная машина зайдет тем, кто с легкостью реализовывает на все 100 РУ-251, потому что по геймплею машины очень сильно похожи. Похожи они абсолютно во всем. И в отношении подвижности, и в отношении результативности по настрелу, и в отношении того, как необходимо быстро сваливать с той или иной позиции, когда вас подсветили или когда вы в кого-то уперлись. Вот это все действительно про данную машину. Я никогда ничего не скрываю, я никогда не рекомендую чего-либо, что может потенциально вас расстроить. Так вот, если вы не любитель легких танков, и если вы не готовы играть на легком танке, который требует от вас умения выживать в боях, то я бы не рекомендовал вам крутить рулетку судьбы и открывать контейнеры с данной машиной. Кто его знает? Может, конечно, если с какого-то там буквально чуть ли не первого контейнера данная машина вам выпадет, вы будете довольны и счастливы. Но в противоположном случае, если вы достанете эту машину, допустим, из набора контов за 17,5, то поверьте мне на слово, лучше за эти 17,5 купить несколько других, более интересных и подходящих для вас конкретно машин. Ребят, я не киберспортсмен, я не супертанкист, я не статист. Я играю как преобладающее большинство игроков. Да, я допускаю ошибки, да, я не всегда могу затащить, но и у меня тоже есть ряд машин, которые я абсолютно спокойно реализовываю и даю на них абсолютно нормальные результаты. Я захожу в топ по настрелу, я вытаскиваю бой на себе, когда остаюсь один в три на некоторых машинах. Но данная тачка в моих руках, ну, прям совсем, совсем сложно играется. Я не знаю, какими другими словами донести вам мое впечатление от данной машины. Считаю ли я ее плохой? Нет, ребят, плохой я ее однозначно не считаю, потому что машина обладает великолепной подвижностью, шикарной скорострельностью, умопомрачительной точностью, идеальным временем сведения. И это действительно про нашего героя. Но в то же время для многих игроков в ней будут такие недостатки, как необходимость уметь играть на крайне быстро передвигающихся по карте машинах, а это действительно сложный процесс. Плюс к тому, ребят, вам необходимо быть готовыми к тому, что это полностью не то что картонный танк, это папье-маше из мокрой туалетной бумаги, который, в принципе, проковыривается даже тем, что вы случайно где-нибудь на забор на какой-то вот такой наедете, и у вас уже будет пробит нижний бронелист. Короче говоря, сейчас посмотрим на результаты настрела, но рекомендовать поголовно приобретать данную машину или открывать контейнер для того, чтобы ее оттуда получить, я, как средний игрок, к сожалению, не могу. Смотрим, чем бой закончится, ну а там будем дальше подбивать итоги. Итак, друзья, победа 1280 единиц нанесенного урона, два уничтоженных соперника, и все благодаря скорострельности орудия. Что касается результативности в отношении серебра, то 47 тысяч с учетом прем-аккаунта чистоганом, либо, ребят, если будете играть без прем-аккаунта на данной машине, то 28 600. Легко ли дается этот фарм? Да, легко. Хорошие результаты, получается, делать на данной машине в конкретном моем случае? Нет, ребят, не могу сказать, что это прям супер играбельная машина, по крайней мере, для меня. Еще раз отмечу, я не люблю легкие танки именно за то, что на них очень сложно выживать, и мне это безумно не нравится. Что касается результативности в отношении всей команды, то я занимаю третье место. Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо, но с той же секунды, как я смотрю, сколько конкретно я сделал урона, и это дало мне третье место в команде, я понимаю для себя, что данная машина, она в целом у большинства игроков будет вывозить на стрелы в реальном, настоящем бою. Не в том бою, там, где вы станете напротив какого-нибудь спящего соперника и будете на дальнем расстоянии, не засвечиваясь, отстреливать в него. И таким образом будете накидывать бешеный урон за бой. Я говорю о реальных стычках, о реальных замесах, в которых мы, допустим, были, как минимум, в предыдущем бою. Так вот, ребят, вот эта машина, она навряд ли будет вывозить более 2000 урона из реальных, настоящих, потных боев. Будут, конечно, бои, на которых вы будете рысачить по карте, вас никто не будет видеть, или вы издалека будете кого-то расстреливать и будете накидывать по 3000, допустим, урона и бить себя пяткой в грудь, какая крутая машина. Интересная? Да, имбовая однозначно нет. Если сравнивать его, допустим, с Лика ПЗ М41-90, то мне Лика ПЗ даже больше нравится. Хотя бы потому, что он еще более подвижный, чем наш сегодняшний герой. Если вы не знаете в отношении подвижности Лика ПЗ, то я напомню по техническим характеристикам очень кратенько. Здесь у нас скорость 72 километра, но что самое интересное, что едет как-то машина. Ну, бодрее, что ли. Но это мое субъективное мнение. А вы обязательно пишите свое мнение в комментариях. Если вы за честные обзоры, если вы за честное мнение автора, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ну и напишите, купили ли вы себе контейнеры на данную машину, или все-таки решили придержать голды для каких-нибудь других машин, которые будут выставляться на продажу. Ну и если такие есть, то обязательно пишите, на кого конкретно вы собираете голду. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, как обычно, желаю мира и исключительно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok